В музее трудовой славы Ульяновского моторного завода Леонид Сидорович Гончаров с интересом слушает историю эвакуированного из Москвы предприятия, которому впоследствии он сам отдаст 40 лет жизни. История завода похожа на его собственную. Война их обоих выдернула из привычной жизни и окунула в водоворот суровых событий, лишений и испытаний. На войне, как на войне, и страшно, при бомбежке страшно, а так, как вам сказать, все рвались в бой. Хотелось отомстить фашизму, который навязали нам. Рвался в бой Леонид Сидорович. Воевал на первом и втором украинских фронтах в составе 639-го стрелкового полка. В Европе освобождал Чехословакию и Австрию, где и не сумел уберечься. Это при бомбежке. Города Австрии, города Вены. И вот получил ранение в руку и контузию. В повседневной жизни Леонид Сидорович ордена и медали не носит. Бережет для праздника. Орден Отечественной войны второй степени. Медали за победу над Германией, за боевые заслуги, за победу над Японией. Планка на груди, как открытая книга о том, что пришлось пережить 18-летнему мальчишке в те страшные годы. Орден боевого красного знамени – отдельная гордость. Им Леонид Сидорович был награжден за подготовку самолетов к вылетам. Летчик прилетает нам, мы технари, должны подготовить самолет к болевому вылету. Заправка его, где пробоина, заплатка пробоина и так далее, замена запчастей, если где-то какая-то часть повреждена. Победу Леонид Сидорович встретил по походному. Победу встретил в поезде. Когда везли нас на Дальний Восток, то не помню, на какой станции объявили, что закончилась война. Да, мы с криком «Ура!» в поезде возили раньше у нас товарных вагонах, не пассажирских, а товарные вагоны, печка, печурка такая, с бочки сделана, и нары двухярусные в вагоне. Сначала всем думалось, что на Дальний Восток воинские части перебрасываются для поддержания порядка, ведь после известия о победе воевать совсем не хотелось, но пришлось. Новый театр боевых действий, новый противник, новая цель – разгром Квантунской армии. В Китае освобождал город Мудадзян, Линькоу, Хандаахедзе, Харбин и Вайшахе. Вот эти города. В Европе воинов-красноармейцев во всех городах встречали как освободителей, со слезами на глазах и трепетом в душе. На Дальнем Востоке, рассказывает Леонид Сидорович, дела обстояли так же, но не обошлось и без местного колорита. В Китае, когда были здесь, значит, тоже китайцы принимали дружелюбную, красные знамена вывешивали, а вечером их аккуратно снимали, потому что боялись у них там, как у нас белогвардейцы были, так у них фунфузы. Они боялись фунфузов. Демобилизовался в 1950-м, а дальше образование, семья, работа. С 1963 года его жизнь неразрывно связана с Ульяновском и моторным заводом. Со своей супругой, Зинаидой Михайловной, в счастливом браке живут уже более 60 лет. Сам ветеран в марте отметил 90-летний юбилей. За это время воспитал дочку, внука и двух правнуков.